А вы хотите, чтобы ваши куры неслись почти каждый день и не болели? Тогда будьте готовы потратить 17 минут своего времени, чтобы потом его сэкономить. Поехали! Наступила зима. Намело снега и температура стала доходить до 20 градусной отметки. Но наши курочки продолжают нестись. Итак, кормление кур зимой. За 20-30 минут до кормления включаем свет в курятнике, чтобы куры проснулись и не успели залезть в гнезда для кладки яиц. В курятнике два света. Двухклавишный выключатель. Одна клавиша на энергосберегающую лампочку на 23 ватта, которая горит, как обычная лампочка, на 100 ватт. Ее включаем в теплую зимнюю погоду и оттепели. И вторая клавиша на тепловую инфракрасную лампу мощностью на 250 ватт. Ее включаем, когда на улице сильные морозы, чтобы в курятнике сохранялось тепло. Ее хватает на обогрев помещения площадью 10-12 квадратных метров. Тепловую лампу на зиму приспускаем, а на лето поднимаем выше, ведь летом в ней нет необходимости. Да и в энергосберегающей лампе тоже почти нет необходимости, разве что весной и осенью, когда дни становятся короче, а ночи длиннее. Вот тогда мы начинаем ее включать. Ведь свет, как и режим кормления, влияет на яйценоскость. Зимнее кормление немного отличается от летнего, поэтому, кто не видел летнее, повторю и дополню добавками, которые применяем зимой. Первое кормление 8 часов. Готовим еду на 20 кур. Все в мелко толченом или нарезанном виде. Основные продукты это вареный картофель, морковь, сухой комбикорм и вода. Все остальное идет как дополнение и чередуется через каждые 3-4 дня. Картошку и морковь можно сварить сразу на неделю, хранить в холодильнике и частями каждый день давать, и они не испортятся. Так что же мы используем как дополнительные продукты? Как вы уже увидели, это свекла, ее даем в вареном виде. Еще даем капусту, когда в вареном виде, а когда в сыром. Когда в вареную, то нарезаем крупнее и отвариваем. А когда в сыром виде, то мельчим на крупной терке или подвешиваем качан капусты, но в корм уже не добавляем. Также кормим рыбой и курицей в отварном виде. Рыбы самые дешевые и куры самые дешевые. У рыб тщательно выбираем все кости, а иногда ее отвариваем так, что кости становятся мягкими и остается только их размять. Отварную курицу как можно мельче нарезаем. Нарезаем не только мясо, но и шкурку. Как часто давать? Например, сварили курицу. 3-4 дня покормили кур. И последующие 3-4 дня добавляете только воду. Потом уже варите рыбу и по такой же схеме. Также в дело идут сырые яблоки, тыква, кабачок. Их можно размельчить в комбайне или с помощью терки. Применять как в сыром, так и в вареном виде. Если видим, что овощи начинают портить, то в нарезанном виде храним их в морозильной камере. Тут у нас и морковь, тыква, кабачок и оставшиеся с рыбалки при кормке, каши, моченый хлеб с булкой. Все распределено по пакетам. Иногда нарезаем или натираем заранее, чтобы потом только достать, разморозить, при необходимости сварить и добавить в корм. Кужура картофеля в отваренном и размельченном виде. Можно давать натертую сырую картофельную раз в неделю для профилактики заболеваний. И еще добавляем все, что остается и идет на выброс после стола. Яичная скролупа тоже не пропадает. Ее мелко дробим и добавляем в емкость с ракушками, которая стоит в курятнике. Итак, все нарезали и намельчили. Теперь добавляем бульон. Еще раз повторюсь, рыбный или куриный бульон добавляем так. 3-4 дня даем бульоны, 3-4 дня даем воду. И потом опять бульоны, потом воду и так далее. Так сказать, витаминизировали кур. Наши курочки за летний сезон набрали полный набор витаминов. О кормлении летом я рассказывал в предыдущем фильме. В поисковике ютуба набираете слово огород, нажимаете с правой стороны на лупу. То есть искать, находите мой канал, нажимаете на картинку. Но витамины в организмах долго не задерживают и постоянно нуждаются в них. И именно в зимний сезон, когда сидят в помещении, а не бегают по травке-муравке, витамина критически не хватает, что сказывается на яйценоскости и здоровье птицы. Поэтому каждый день на 20 кур в корм добавляем. Смесь муки, рыбное и мясо костное, 3 столовых ложки. Покупаем вот в таких пачках мука рыбная 300 и мясо костное 400 грамм. Еще добавляем сухую или сырую хвойную кору. Или сосновые еловые иголки, размолотые в муку через кофемолку. Когда одну, а когда две столовых ложки. Кроме главного витамина С, хвоя выгоняет из их организмов гельминтов и аскорид. Человеческим языком типа глистов, что собственно немаловажно во все времена года. Хвою заготавливаем с наступлением сильных морозов и до таяния первого снега. В это время года витаминность хвои увеличивается в 2 раза. То есть зимой. И конечно сушеные листья молодой крапивы. Примерно 10-12 столовых ложек в мелком виде. Как-то этот способ у нас больше прижился. Хотя можно и заморозить молодые листья. И поместить в морозилку. Или подвязать целым веником. Непосредственно в курятнике. И куры будут склевывать до листочка. Крапива тоже богата витамином С. Каротином. Обладает способностью заживления ран. Как снаружи, так и внутри организма. В общем в целом можно сказать. Ее листья являются своеобразным поливитаминным концентратом. Заготавливаем ее весной. Примерно с середины мая до середины июня. И только молодые. Сушим в темном месте. Подвязав например на чердаке. А после того как высохли. Помещаем в мешок и ручками. Ручками теребим пока листва не отойдет от стволов. Стволы выкидываем. А дробленные листья применяем в корм птицы. Чтобы лишний раз не суетиться. Часть храним дома. А остальное в неотапливом сарае. Следующая добавка. Дробленная кукуруза. Мы добавляем и запаренную. И сухую. По полстакана за один раз. Через каждые 3-4 дня. В кастрюлю наливаем стакан воды. Включаем огонь. В бурлящую или горячую воду высыпаем полстакана сухой кукурузы. Выключаем огонь. Накрываем крышкой. И пару минут томим. Добавляем в мешанку. Если сухую кукурузу. То добавляем сразу. Доказано, что желтые зерна кукурузы содержат большое количество каротиноидов, холина и активируют обменные процессы в организме. В кукурузе мало белка, но много каротина. Из-за кольцовки нашего приготовления во влажную мешанку добавляем сухой комбикорм. И как обычно равномерно перемешиваем. Ведро комбикорма стоит у нас дома. А остальное хранится в прохладном сарае. В пластиковой бочке. Идем кормить кур. За ночь они проголодались. И некоторые целиком готовы залезть в кастрюлю. Почти каждое утро в гнездах мы находим одно или два яйца. Что конечно радует. Ведь они могли оказаться под насестом в опилках. Но этого слава богу не происходит. Еще, как я уже ранее говорил, 2-3 раза в месяц подвешиваем по одному кочану капусты. Так как куры зимой мало двигаются, им нужна хоть какая-нибудь движуха. То желательно капусту подвязать повыше, чтобы куры как минимум вытягивали шею. А лучше, если чуть-чуть подпрыгивали. Как вот эти две нетерпеливые курицы. И ожирение грозить не будет. И крапиву, кстати, тоже желательно подвязать повыше. К вечеру от кочана останутся только воспоминания и кочерыжка. В капусте содержится витамин С. Также фолиевая кислота, благотворно влияющая на кровообращение и обменные процессы в организме. И имеет много других положительных свойств. Одним словом, свежая зелень. О том, как закрепить кочан капусты без кочерыжки, я рассказывал в предыдущих фильмах. Вот краткий обзор моего приспособления. Все легко и просто. Но и это еще не все. Раз в одну-две недели даем сено, высыпая его на пол, слегка раскидав. А куры уже самостоятельно ковыряясь раскидывают по всему курятнику. На зиму нам хватает примерно одного мешка сена на одну курицу. Сено, оно и в Африке сено. А колондайк витаминов все же находится в подводной и надводной растительности. И стоит на первом месте. На втором месте прибрежная, то есть береговая трава. А на третьем месте из более доступных считается луговое сено. Лучше косить в незатененных участках. Оно богато протеином, каротином, клетчаткой. Заготавливаем от первого до последнего покоса, не вручную. Когда обкашиваем участок ручной косой, газонокосилкой или триммером. Сушим под открытым небом в хорошую погоду и храним в сарае до весны. Если же лето дождливое и не успели насушить нужное количество, то осенью после уборки урожая подсушим его в теплице. Полезен для кур и мох. Мох с фагнум, который собирают в болотистых лесах, подальше от дорог, так как он способен накапливать и удерживать радиоактивные вещества. Обладает мощными бактерицидными и лечебными свойствами, ускоряющие заживление ран. В нем даже хранят свеклу и морковь, что способствует сохранению урожая от гниения всю зиму. Можно использовать дополнение как подстилку и как кормовые добавки. Если есть возможность его собрать, то мы также его даем в дополнение к сену. Храним его в сушеном виде в дышащих мешках в сарае. Собирают его летом. В помещении курятника всегда в наличии корыто для несъеденного зерна, Таз с водой, который обновляем раз в два-три дня. Для профилактики заболеваний раз в неделю добавляем в нее чуть-чуть марганцовки, чтобы вода слегка поменяла цвет. Куры охотно едят еще и снег. Также белая емкость с ракушками для восполнения кальция в организме, которого им постоянно не хватает, и чтобы яйца были всегда с хорошей и крепкой скорлупой. Тазик золой. Куры любят купаться, и все противные бложки из них убегают. Тазик с крупным речным песком, в котором куры находят мелкие камушки, что помогает перемалыванию пищи в желудках. Естественно, корыто под еду. И, конечно, в курятнике и гнездах всегда должны быть сухие опилки. В гнезда сено, солому, мох не советую ложить. Слишком часто придется обновлять, так как они все съедают. Сухие опилки – это самый оптимальный вариант. При таком кормлении, без всяких добавок, куры не будут портить яйца. Посмотрите, как аккуратно курочка подкладывает под себя яйцо. Если бы в организме чего-то не хватало, то она бы его расклевала. Ну а если заметили, что куры стали клевать друг друга до крови или склевывать яйца, то пора добавить куриный или рыбный бульон. И в завершение подведем итог утреннего кормления. За 20-30 минут до кормления включаем в курятнике свет. Какой? Зависит, как я уже говорил, от погоды. И идем готовить еду. Основной корм – это картофель, морковь, комбикорм и вода. На втором месте – дополнительная корма. Из дополнительных кормов основной является бульон. Как его давать, уже рассказывал. Другие дополнительные корма даем так. Сегодня добавили тыкву, завтра добавили кашу, послезавтра свеклу. Желательно одинаковые добавки не повторять каждый день. Но бывает и так. Не хватает морковки – тогда добавьте капусту или кабачок. Не хватает картошки – добавьте морковку, тыкву или кашу. А зимой на 20 кур к этому корму добавляем еще каждый день. Рыбную и мясокостную муку – 3 столовые ложки. Сухую крапиву – 10-12 столовых ложек. Хвойную муку – сухую или сырую – 1-2 столовые ложки. Через 3-4 дня добавляем кукурузу сухую или запаренную – полстакана. Качан свежей капусты подвешиваем в курятнике 2-3 раза в месяц. И еще, что добавляем в курятник и что там должно быть. Сено непосредственно раскидываем на пол примерно 2-3 мешка в месяц. Можно добавить к нему и мох с фагнумом, если есть в наличии. Обязательно в курятнике всегда, всегда должны стоять емкости. С ракушкой, с ланцевым песком или крупным речным песком. С залой, с водой, которую раз в 1-2 недели добавляем чуток марганцовки. И снег, который даем не каждый день. В гнездах и на полу сухие опилки. Расход примерно составляет 2-4 мешка в месяц. Тоже зависит от погоды. Когда сыро, когда морозно, когда слякоть, когда это и это. Ну вот, надеюсь, с утренним кормлением все понятно. Идем дальше. Дневное, то бишь вечернее кормление. Последнее кормление в 14 часов. Под хранение зерна в неотапливаемом сарае стоят 3 200 литровые бочки. В одной бочке овес, в другой ячмень и в третьей пшеница. И вот пшеницу даем только в пророщенном виде. Иногда в зерно добавляем полстакана семечек, которые они тут же съедают. Пророщенная пшеница – это живая пища. В таком виде настоящий кладезь витаминов. Пророщенная пшеница резко возрастает в содержании растительного белка и активируется все дремлющие витамины. Восстанавливает и оздоравливает микрофлору кишечника. Очищает от шлаков и тому подобное. Проращиваем ее по-своему. В емкость с пшеницей наливаем чуть-чуть воды, перемешиваем, то есть хорошенько смачиваем, но не заливаем полностью. Накрываем газетой и ставим в теплое место, ну, например, около батареи. На вторые сутки проклевываются ростки. Перемешиваем еще раз. Если видим, что они слишком сухие, что часто бывает, то смачиваем еще водой. А на третий день даем курам. На этой стадии пророщенная пшеница считается самой полезной, то есть не более 4 суток. Ячмень и овес тоже можно таким же образом проращивать, только ростки пробиваются немного дольше. И мы иногда это делаем, но не часто. Кроме вышеперечисленного, даем проса 3 раза в неделю по пол-литра. В 23 часа идем в курятник, смотрим. Если некоторые не сели по своим местам, то выключаем свет, включаем фонарик и переносим их на свои места. Иначе они усядутся в какой-нибудь корыто и нагадят. Всех разместили на жердочках, закрываем дверь. Режим кормления и освещения должен быть соблюден, даже если у вас гости и вы приняли лишнее. Сделайте так, чтобы ваши питомцы поверили, что ваше слово крепче гороха. В поисковике ютуба набираете слово «Огород», нажимаете с правой стороны на лупу, то есть искать, находите мой канал, нажимаете на картинку и вы перешли на нужный канал. Тут вы найдете полезные советы для сада, огорода, содержания кур, заготовка кормов, содержание рыбы, обслуживание водоема, рецепты кулинарии, советы по строительству и ремонту и многое другое. Спасибо за внимание. И успехов в вашем нелегком труде. До новых встреч!